В этом году исполнилось 200 лет со дня основания Свято-Троицкого кафедрального собора города Симбирска-Ульяновска. Празднование этой памятной даты совпало с днем города. К сожалению, храм-памятник победе русского воинства в Отечественной войне 1812 года был разрушен в советское время. Но память о соборе жива и сегодня, поэтому в Ульяновске прошло множество мероприятий, посвященных уничтоженной святыне. Троицкий кафедральный собор можно вновь увидеть на соборной площади. К сожалению, пока только через стеклянный стенд, окно дополненной реальности. Но и это для многих стало событием. Люди говорят, как можно было уничтожить такую красоту? В этом году Свято-Троицкий собор Симбирска отметил бы 200-летие со дня основания. В закладке собора принял участие лично император Александр I. Величественный храм-памятник победе в Отечественной войне 1812 года был уничтожен в 30-е годы 20 века. Тем не менее, было решено отметить памятную дату, и это празднование объединило самых разных людей. 7 сентября в Ульяновском областном художественном музее прошла презентация изданий, посвященных 200-летию со дня основания Троицкого собора. Главный редактор журнала «Мономах» Ольга Шейпак рассказала о работе над специальным выпуском, посвященном собору и симбирскому ополчению. Впервые были опубликованы архивные материалы о проекте Троицкого кафедрального собора, о путешествии императора Александра I по России, в ходе которого государь принял участие в чине основания Троицкого храма. Почетный архитектор России, вице-президент Союза архитекторов России Александр Капитонов представил уникальные издания, подготовленные под его руководством. Троицкий кафедральный собор города Симбирска. Альбом чертежей. Собор был построен по проекту архитектора Каринфского, который император выбрал лично. 7 и 8 сентября в историческом центре Симбирска-Ульяновска прошли экскурсии для всех желающих. Сотрудники епархиального исторического отдела краевед Ольга Новосад, участники движения «Симбирская православная молодежь» Антон Далматов и Анастасия Новоселова рассказали собравшимся об истории и архитектуре Свято-Троицкого собора и о героях, мужественно защищавших наше Отечество в 1812 году, в честь которых он и был возведен. 8 сентября в Спасо-Вознесенском кафедральном соборе состоялось торжественное соборное архиерейское богослужение. Мы празднуем юбилей собора. Собора нет, но юбилей есть и мы празднуем. Это, конечно, большая прада, большая горе и печаль, что наши недалекие предки своими руками разрушили, уничтожили те святыни, которые когда-то были у нашего народа. Но мы живем в дуное время и сейчас любят повторять юбилейские слова, потому что это время, время собирать камни. Торжества продолжил 6-й межрегиональный фестиваль колокольного искусства имени святого благоверного князя Александра Невского. На соборной площади в эти дни работала выставка «Пять веков Симбирско-Ульяновска». Было впервые обозначено место расположения Троицкого собора, очертания его фундамента. 8 сентября митрополит Лонгин совершил освящение поклонного креста, установленного на месте алтаря разрушенного Николаевского собора. Вместе с Троицким летним собором Николаевский и Зимний составлял единый кафедральный комплекс. Владыка напомнил, что в Николаевском соборе находилась усыпальница симбирских святителей. Затем митрополит Лонгин осветил походный палаточный храм во имя пророка, притечи и крестителя Господня Иоанна. Мы осветили сегодня походную церковь. Это копия той церкви походной симбирского ополчения 1812 года, которая была с войсками во время сражения с Наполеоном. Но поскольку сегодня у нас тоже мы знаем, что идут военные действия, и до этого сделана такая вот переносная церковь, в которой будет совершаться благослужение нашими священниками симбирскими для наших же воинов из Симбирска. В 2005 году было принято решение о восстановлении собора, но затем оно было отменено, строительство остановлено. В эти дни Симбирская святыня вновь объединила многих людей, переживающих об этой утрате. В организации празднования 200-летия Троицкого кафедрального собора приняли участие областное правительство и мэрия Ульяновска, Симбирская епархия и региональное отделение Императорского православного палестинского общества, историки, краеведы и архитекторы. Возможно, это поможет когда-то вновь вернуться к вопросу о восстановлении этой архитектурной жемчужины на историческом месте. Сергей Николаев, Юрий Конихин, Симбирская метрополия.